всем здарова народ с вами варчик в этом видео мы затронем с вами три темы это песочница марафоны и дисбаланс танков как это все вместе связано ну поскольку я невероятный просто шерлок холмс то я взял просто все это в кучу в блендер замесил и нормально поехали итак начнем с марафонов марафоны очень часто бывают и всякие события там типа ивентов в них можно получить что бесплатный танчик который заведомо уже мертвый вы его еще не получили но он уже мертвый как только он появится на вашем аккаунте то буквально через пару дней в рандоме этих танков уже практически не будет потому что эти танки слабые и по факту являются мертвыми поскольку на них никто толком играть не будет за исключением единиц которые будут на них играть они им просто чем-то там непонятно чем понравится они просто на них будут жать в бой и находиться в игре именно что находиться не играть поскольку танки почти все которые были за марафоны и ивенты они не играбельны и из играбельных можно назвать всего лишь парочку по типу е25 который и не должен был находиться в награде за марафон это просто ошибка картошки за что они отгребают по сей день и еще был колесник что тоже является ошибкой в принципе все колесники являются ошибкой за что картошка тоже будет очень долго отгребать так вот очень редко бывает еще сбалансированные танки за марафон по типу фейс-1 но даже они не впечатляют поскольку в игре есть имбовые танки и на фоне имбовых танков просто сбалансированный фейс-1 тоже не сильно впечатляет в роли танка на каждый день поскольку никто не захочет играть на просто хорошем танке когда у тебя есть рядом просто лютая имба и все это вместе это просто дисбаланс танков картошка думает что если танк бесплатный его можно бесплатно получить то это танк должен быть слабый максимум просто сбалансированные средний по убогости поскольку если он будет сильный он сломает рандом но почему-то добавление и 25 в марафон не показалось им плохой идеей и когда во время каких-нибудь событий в рандоме по 15 и 25 с каждой стороны собирается но это чё нормально при этом этот же самый дисбаланс мешает новичкам нормально освоиться в игре поскольку пока они качают там свои танки во первых они не знают какие ветки качать поскольку много дисбалансных веток и реально прокачать без боли можно всего лишь две-три ветки в картошке чаще всего новичок вряд ли попадет из кучи веток в те три которые можно прокачать не сгорев так еще и на каждом уровне новичка будет встречать какая-нибудь лютая имба которая будет его просто уничтожать в нули но также еще из-за этого же самого дисбаланса у многих игроков у вас и у меня со временем появляется такой вот эффект крутишь себе такой ленту танков в ангаре танков вроде много но ни на чем в бой нажимать не хочется почему это так происходит потому что большая часть из этих танков которые вы крутите это те самые мертвые танки за марафоны которые были мертвые еще до того как вы получили их на них уже никто не играл и сейчас не играет и никогда не будет играть они тупо мертвы также еще в наших ангарах есть танки которые уже старые устаревшие или были всегда слабыми эти танки мы тоже пролистываем и тоже на них не играем вот уже получается что большую часть танков в ангаре мы пролистываем играть на них никогда не будем и не захотим но также еще мелькают в наших ангарах и имбовые танки но их не так уж и много и за те годы если мы старый игрок мы уже на этих танках накатались вдоль и поперек они нам тоже надоели просто потому что у нас уже тысячами на них накатано боев вот и получается что мы просто сидим в ангаре крутим нашу ленту танков и ждем когда картошечка нам подкинет новую имбу чтобы мы роняя кал бежали за ней сломя голову получали ее накатывали на ней сколько там боев зависит от нашего интереса к игре и снова сидели в ангаре крутили ленту танков которая не имеет никакого смысла потому что в основном в ней мертвые танки а все это из-за чего из-за того что в картошке очень сильный дисбаланс между слабыми и сильными танками там такой разрыв что просто катастрофически проценты побед на каждом уровне могут прыгать от 47 или 6 даже до 60 это просто невероятно там бывают танки и 55 процент побед и 45 и 60 48 50 дай бог и это все происходит уже 10 лет никакого баланса танков нет но вот если бы танки были хотя бы хоть как-то сбалансированные и разрыв между самыми слабыми и самыми сильными был бы гораздо меньше у нас было бы больше танков в ангаре которые были бы не мертвые и у нас было бы желание купить какой-нибудь еще там который мы прокачали и поиграть на нем вот допустим у меня история моей прокачки танках такова я сначала начал качать тяжей потом их начала набить арта я прокачал все ветки ст и потом просто со скуки начал качать остальные ветки потому что все ветки стэшек закончились я их все прокачал я начал качать некоторые тяжи еще и чуть-чуть pt но pt мне не понравились потому что они не играбельны почти все и потом со временем я перестал качать ветки, за исключением некоторых новых имбовых веток по типу польских или итальянских. А все остальные ветки, примерно половину, я докачал инструкциями и свободкой. По факту половину веток я даже не играл, и я бы даже не стал бы на них играть. Я просто сидел в ангаре, крутил ленту танчиков, и тут с неба на меня свалилась инструкция, я ее поклацал, и все танчики прокачались. Но я их даже не покупаю, потому что они конченые. Если посмотреть на сайтах по статистике, какие там разрывы по процентам побед между танками, то никакого желания на них играть не возникает, потому что нету никакого баланса. А вот если бы был баланс, то у меня бы возникло желание попробовать поиграть на разных танках, а так желания не возникает. А те танки, которые имбовые, я на них уже плюс-минус наигрался. Вот и получается, что сидишь и думаешь, на чем бы еще поиграть. Это основное занятие у стримеров по картошке. Чего бы еще покатать. Доходит до извращенства, когда люди берут заведомо самый конченый танк на уровне, придумывают какое-нибудь интересное название для такого стрима, и сидят мучаются. А потом сыграют один какой-то хороший бой, в котором просто стечение обстоятельств. И типа такие ля, как могу, на самом конченом танке. Вот то же самое было у меня и с ФС-1. Вроде бы сбалансированный танк. Когда я его первый раз увидел, я вообще офигел. Думаю, ля какой, американский, с УВНами, четыре гусенички, четыре больше, чем две. Думаю, это все. Это любовь. Крепкая башня, УВНы, пушка, пробитие, альфа. Вообще огонь. Красивый просто. Потом ты смотришь, что нужно сделать, чтобы получить ФС-1. А всего лишь потратить год своей жизни в картохе. Пфф, не проблема. Выкидываешь год своей жизни в картошку и получаешь просто сбалансированный танк. Казалось бы, никаких претензий. Ну подумаешь, пушка немного корявая и попадает только с полного сведения впритык и на средней дистанции. Вдаль лучше вообще не стрелять. Ну подумаешь, корпус не поворачивается вообще. Ну просто что-то маневренности, ну нет. Гусенички-то четыре. Видимо, надо было под каждую гусеничку, гномика поставить, который будет ее крутить быстрее. А то два гномика на четыре гусенички не справляются. Даже механики никакой уникальной на четыре гусеницы мы не видим. По факту это просто две гусеницы, которые внешне выглядят как четыре. И еще у нас есть на этом танке бесплатная большая ремка. Офигенно. Но по сути, на этом танке очень тяжело играть почти каждый бой. Все из-за того, что маневренность на этом танке просто паршивая. И из-за того, что ты не можешь вовремя доворачивать корпус, часто получаешь в борт, в жопу и так далее. А после этого твой танчик горит. А после этого твоя жопа горит. А после этого ты вспоминаешь, что ты отдал за это год жизни. Да еще не где-нибудь, а в картошке. А потом ты еще вспоминаешь, что у тебя на этом уровне есть танки, на которых ты просто на расслабоне годами играл и тупо все нагибал. И думаешь, блин, на кой черт оно мне сдалось играть на просто сбалансированном танке девятого уровня, если я могу просто сесть на имбовый. Но я на нем наиграл уже столько тысяч боев, что я на нем не видел. И тут ты начинаешь думать, да, где же этот вонючий баланс. А баланс, наверное, будет весной, когда песочница выйдет на основу. Ведь в песочнице просто добавят всем хп, увеличат альфу, переделывают фугасы и переделывают арту. Из этого всего мне нравится только переделка фугасов и плюс-минус нравится переделка арты, но на полрубля, честно говоря. А вот увеличение хп и альфы я не понял. Как танки станут сбалансированными, если у них у всех одинаково по одной формуле добавят хп и добавят альфу. Это же просто увеличит пространство для ВБРа и все. И не только я об этом задумался, еще есть такие люди. Но картошки, мне кажется, точно так же, как и с колесниками. Вы хотите это в релиз? Нет? Хорошо в релиз. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok